В этом году исполняется 150 лет Донской духовной семинарии. Это не просто история или образовательный процесс. Это традиции взращивания тех, кто, по словам Григория Богослова, должен не знать даже меры в добре и восхождении к совершенству, почитать не столько прибылью то, что приобретено, сколько потерю то, что не достигнуто. Пройденное же обращать всегда в ступень к высшему и невысоко думать о себе, если и многих превосходит, но признавать уроном, если не соответствует в чем сану. Взгляд наших коллег на Донскую духовную семинарию в следующем сюжете. Донская духовная семинария сегодня входит в десятку лучших духовных учебных заведений страны. Три ведущих отделения – Богословско-Пастырская, Регенско-Певческая и Конописная. Центр подготовки церковных специалистов, научно-издательские проекты – все это привлекает молодых людей, желающих связать свою жизнь со служением церкви. При поступлении в семинарию, я даже не знал, поступлю или не поступлю, и я шел на экзамены с такой мыслью – Господи, если я тебе нужен, помоги мне поступить. Безусловно, это высшее учебное заведение находится в списке лучших духовных учебных заведений России, потому что, поучившись здесь и пожив здесь, я понял, что уровень образования значительный и достаточный для освоения всех необходимых навыков и квалификаций священнослужителя. Талантливые преподаватели, современная материальная база, организация гостевых лекций с приглашением ученых-специалистов из других регионов России – все это позволяет говорить о качестве образования. И главное – формирует тех, кто принесет пользу, не просто выполняя хорошо свою работу, но станет для многих опорой, будет реально воплощать в жизнь социальные проекты. Ведь жизнь в церкви – это непрестанное служение Богу и людям. Не существует такой цели, чтобы всех непременно направить к принятию священного сана, потому что служение священника – это призвание. И зачастую именно к концу обучения человек не может осмыслить в результате напряженных духовных поисков, призван ли он лично к этому служению. Но, к счастью, жизнь церковная, современная, чрезвычайно многообразна. В ней есть любые формы для выражения своих талантов, своей веры. И поэтому те, кто готовы будут стать священниками, ими станут, которых призовет Господь. Остальные, я думаю, займут места на тех направлениях, в которых сегодня нуждается церковь – в катехизическом, социальном, миссионерском служении. За время существования семинарии после ее восстановления было уже семь выпусков. Десятки священников, пришедших служить в приходы из этих стен. В этом году выпуск особенный, ведь семинария на пороге нового шага – переезда в новое здание. Новый семинарский комплекс разместился вокруг храма при половине Пятидесятницы. Он объединяет учебные жилые корпуса, библиотеку, большой читальный зал, образовательный центр, трапезный, спортивный зал и небольшой музей. Ведь у семинарии богатая история, начало которой было положено еще в 1821 году. Я очень верю в то, что Донская духовная семинария, особенно с получением новых возможностей переезда в новое здание, получив новые возможности, сделает еще больший шаг к тому, чтобы стать одной из самых лучших духовных школ на юге нашей страны. 15 июня в ходе заседания Расширенного епархиального совета Ростовской наданной епархии, состоявшегося под председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, прошло обсуждение вопроса о стимуляции процесса духовного образования и назначения стипендии главы Донской митрополии, отличившимся воспитанникам всех отделений Донской духовной семинарии «Очная форма обучения». 17 июня во время выпускного акта были названы имена восьми студентов, которым по итогам учебного года были присуждены стипендии, а затем состоялось торжественное вручение документов об образовании выпускникам семинарии Богословско-Пастырского, Ренинско-Певческого и Иконописного отделений. Редактор субтитров А.Семкин